Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана, и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по происшествии их напоследок ощутил голод. И сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим». И, возведши его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной в мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». «Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, Сатана». «Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз». Ибо написано, «Ангелам своим заповедуют о тебе, сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Братья и сестры, брат Володя сказал, что пророк Иеремия проходил очень трудным, тяжелым путем, путем испытания, путем искушения. Им было очень трудно, тяжело. Все мы, читающие, знающие эту историю о нем, мы понимаем, что такой человек перенес очень много. И, как сказал Володя, что навряд ли кто пойдет этим путем, потому что, я думаю, что если бы Бог и повел таким путем, то навряд ли, наверное, никто не выдержал бы. Может быть, и нашлись единицы, которые выдержали, а остальные бы не выдержали. Поэтому Бог как-то усмотрел, вот и Иеремию провел этим путем. Но вместе с тем, друзья мои, христианство по сегодняшний день проходит различные искушения, различные испытания, различные трудности. И мы видим, что сам Сын Божий, придя на эту землю, воплотившись, тоже перенес вот это искушение от дьявола. И сегодня, братья и сестры, я хочу говорить об искушении, которое постигло человечество в последнем времени. Хотя об этом и христианство уже порой не хочет слушать, однако об этом говорить надо. Тем более, я вижу, наши служители, они напоминают о том, как пагубна вот эта электронная система, которая пришла в этот мир в связи с тем, что пришло электричество на землю. И вот, друзья, об этом искушении, я так и назвал свою проповедь, я назвал спокуса, то есть искушение. Вот, так и назвал. И сегодня я хочу сказать, друзья мои, об этом искушении, которое постигло человечество. Вы знаете, как сегодня брат утром сказал, что уже наступила осень, да, и уже вторая неделя, второе воскресенье сентября. И вот, когда прошло первое воскресенье, брат Юра предлагает мне сказать слово. И я соглашаюсь, соглашаюсь, чтобы сказать слово. И сразу в голове появилась мысль вот этой темы, значит, которую сегодня хочу изложить. Но пришел вторник, пришел вторник, я уже разрабатывал так тему, вот, пришел вторник, и вдруг почувствовалось, что запершило горло. И я пошел на работу еще в вечернюю смену, и когда я с работы уже пришел домой ночью, я уже полностью был заболевший, и с температурой, и сильно меня знобило, я был очень-очень больной. И мне пришлось звонить Юре, чтобы он переменил кого-нибудь другого, если я не восстановлюсь до воскресного дня. И, конечно, друзья мои, мы с женой заболели на два месяца, и два месяца мы не ходили в церковь. Это был 21-й год. Это был 21-й год. И вот, друзья мои, приходит в 22-й год, и приходит второе воскресенье, того же сентября, и снова брат Юрий предлагает слово. И почему-то снова идут мысли, снова приходит на память вот эта тема. Я не знаю, почему так, и не могу рассказать, и не могу сказать, ну почему так сложились эти обстоятельства, что именно так оно все совпало. Вы знаете, у нас там на работе два календаря за 21-й год и за 22-й год. И вот там я посмотрел, разница между днями. Второе воскресенье 21-го года было 12-е, а сегодня 22-й год, второе воскресенье 11-е. Всего лишь один разница. Но все остальное точно. Я не знаю, может быть, это совпадение, как сегодня брат Юра читал, значит, открытку о том, чтобы Бог благословил брак двух наших молодых людей. И псалом перед этим пели. И вот это начало, вот этих строчек, что, значит, Господь милости являл, значит, оно совпало. И Он говорит, я не знаю, это ли совпадение или что. И поэтому я скажу, это ли совпадение, что так именно Бог усмотрел говорить об искушении, или, может быть, это промысел Божий, может быть, это мне год дал Бог для того, чтобы я подготовился лучше. Хотя, если бы я знал об этом, конечно, я сам не знал, что так оно будет. И поэтому я бы сильно готовился. Ну, а так уже, как Бог даст, как Бог получится. Итак, братья и сестры, мы видим, Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос возвращается от Иордана, исполненный Духом Святым. Я помню, у нас два служителя наши. Вот один из них говорил, что не все, которые возвращаются от Иордана, остаются в церкви. Вот так и один брат сказал служитель. А второй брат служитель из этой кафедры сказал другую фразу. Он сказал, если бы все те, которые возвращаются от Иордана, я имею в виду отводного крещения, то наша церковь уже должна собираться на два потока. На два потока. Значит, если бы все возвращались от Иордана и оставались у церкви. Итак, мы видим, что Иисус Христос возвращается исполненный Духом Святым. И, друзья мои, такое пожелание нашей церкви, да и всему христианству, христианству, чтобы те, которые возвращались от Иордана, все были исполнены Духом Святым и могли противоставать всем этим искушениям, всему этому злу, которое царит в этом мире. Блазливина за Господь и нашу церковь тоже. Итак, друзья мои, Сирахов пишет, по-моему, Сирахов, да, если, сын мой, если ты приступаешь служить Господу, то приготовь душу свою к искушению. Вот. Ну, так, ну, как вот можно приготовить душу свою к искушению? Вот. Если бы Иосиф знал бы, что там жена Патифара строит козни, да, он бы не пошел туда. Он был распорядителем и послал бы какого-то слугу, и тот бы сделал, что надо, взял бы, что надо, и вынес бы. Однако он не знал и упал в искушение. И, конечно, убежал, оставив одежду, хотя знал, что после этого будут последствия. Другой муж Божий, значит, если бы он знал, что после дневного отдыха он встанет и пройдется по крыше кровли, значит, на кровле, и увидит, и соблазнится, и искусится, то он бы, наверное, вставший пошел, взял бы закон Моисеев и стал бы читать его, или книгу пророков, и стал бы читать, чтобы избежать искушения. И поэтому, друзья мои, мы не можем этого предвидеть, что мы знаем, что будет искушение, но вот предвидеть, что впереди, мы этого не можем. И вот давайте посмотрим на Христа, значит, как он принимал искушение и как он его отражал. Нам, братья, уже напоминали, я просто повторяю, то, что говорили братья из этой канфедры. Вот когда дьявол приходит до Иисуса Христа с первым искушением, и вот он говорит ему, что написано, и со вторым искушением приходит, он говорит ему, написано, так, и дает ответ. И с третьим искушением, когда он приходит до Христа, он говорит ему, сказано, сказано. То есть, Христос отражал все эти искушения Словом Божьим, и врагу не было что сказать. Друзья мои, как хотелось, чтобы и наши ответы, вот, когда требуют у нас отчета в нашем уповании, они были со священного Писания. Написано, написано, или сказано. Благослови нас Господь, делать так, значит, как учит нас Слово Господне. И вот мы видим, что, значит, дьявол взял его на 40 дней в пустыню. Пустыня. Мы знаем, что пустыня. Очень жарко, невыносимо, печет. И написано, что через 40 дней он взялкал. Конечно, друзья мои, я не знаю, но организм человеческий, обычно, когда не даешь ему кушать и воды, то он хочет всегда пить. Но здесь написано, что Христос взялкал. Если мы скажем, что Христос пил воду, мы не уверены в действительности, пил ли он воду в течение 40 дней или нет. Но написано, что он взялкал. Если взять Моисея, Священное Писание нам открывает то, что он был в присутствии Божьем 40 дней и 40 ночей, и его уста свидетельствует, что он не пил воды и не кушал и не принимал пищи. То есть 40 дней. И когда он возвращается и видя танцующих евреев там вокруг этого тельца, то он разбивает скрижали и потом снова на тот же срок он поднимается снова на эту гору. Друзья мои, в этом периоде, я не знаю, может быть, кто нашел место Священного Писания, принимал ли он пищи за вот этот период или не принимал, я не знаю. Но он поднимается снова на 40 дней и снова воды не пьет и пищу не принимает. Друзья мои, мы видим, враг подходит к Иисусу Христу и предлагает ему камни сделать хлебом. И Иисус Христос отвечает ему, что не всяким словом дьявол, если ты сын Божий, велись ему камнем сделаться хлебом. И Христос сказал ему, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, знаете, я так посмотрел на вот эти места Священного Писания и обратил внимание о том, что смотрите, какая хитрая тактика дьявола. Вот когда человеку тяжело, когда ему невыносимо, и когда он в таком тяжком борении, вот всегда он подходит, подходит и всегда искушает. Вот в таком положении был Иисус Христос, который был во плоти, и он подошел к нему, и в этом, значит, в том, что хотелось Иисусу Христу, значит, кушать, то есть, тело просило пищи, и он подошел к нему и сказал, что возьми, пусть сделаются эти камни хлебушками, значит, ну, я так понимаю, еще добавлю свое, ну, и кушай потом, когда они скажут, станут хлебушками, вот, и мы видим, что Христос отразил это Словом Божьим. Братья и сестры, вот, если мы будем отвечать на вопросы и отвечать так, задавшему нам вопрос, и скажем, ну, мне кажется, ну, по-моему, так, а вроде бы, а думаю, что вот такое положение, что, то такие ответы не годятся, вот, а именно написано, так сказано, вот такие ответы очень хорошие. И второе место, второе искушение, которое, значит, дьявол предложил Христу, он его вознес на весьма высокую гору и показал ему все царство мира во мгновение времени. Братья и сестры, вот на этом искушении мы останавливаемся немножко больше и поговорим немножко больше, потому что оно коснется нас, вот, мы затронем эту высокую гору, с которой христианин сейчас обозревает весь мир. Друзья мои, Иисусу Христу, он был возведен на весьма высокую гору. И я так стал думать своим плоским умом, может быть, и вы так размышали, но что это за гора? Вот Иисуса Христа взял во плоти и вознес на весьма высокую гору. И я так подумал, и немножко мои мысли пошли о земном, знаете, о земном немножко мысли мои пошли, вот, на земле очень много высоких гор, и на какое расстояние может человек, когда взберется туда, увидеть внизу лежащий мир. И вот я услышал, что один человек, он сам свинец, служитель, и с молодым поколением поднялся сюда на Манхут до нас. Я узнал об этом, узнал его номер, звоню ему, говорю, поднимался на Манхут? Поднимался. Я ему говорю, скажи, как далеко видно с Манхута? Он говорит, о, далеко видно, далеко. Я говорю, ну, а поточнее, на какое расстояние можно увидеть взором человеческим с этой горы? Он помолчал немножко и говорит, ну, вот, когда ты видишь гору снизу, вот, это значит, что то место, на котором ты стоишь, можно видеть с той горы, на которой находится человек, значит, это место. Я говорю, ну, хорошо, хороший ответ, а ты мне скажи по майлам, сколько охватывает человеческий взор? Снова молчит. Я ему говорю, ну, если я буду проповедовать Слово Божие, могу я сказать цифру 300 майлов обхватывает человеческий взор? Он говорит, да, говори, 300 майлов обхватывает человеческий взор. Я не знаю, молодое поколение здесь есть, оно поднималось, оно, может быть, оно так, может быть, в ваших глазах вы дальше видите, потому что молодые. Он уже был брат пожилой, вот, и много деток у него, поэтому, может быть, зрение уже не такое было сильное, однако, он сказал, говори, 300 майлов. Друзья мои, когда едешь на Айдаху, то там есть такая гора, поднимаешься, и там приблизительно 280-й экзит, и я так подумал, что, ну, это километр от Портлода, если, майли от Портлода, это получается так, что оно приблизительно так и есть, что где-то с Манхута туда, значит, может быть, 300 майлов. и вроде бы говорили, что в ясную погоду можно видеть Манхут, но мы там останавливались пару раз с женой, и сколько я не смотрел, хотя взор далеко обхватывает, вот, и зрение далеко видно, близко уже очки надо, а далеко так могу видеть, пытался увидеть наш Манхут, и не получилось, так и не получилось. Может быть, у кого взор лучше, тот, может быть, видит, а у меня это не получилось. Друзья мои, когда Моисей заходил на гору Нева, и там была вершина Фазги, вот, то он, значит, видел оттуда, написано так, всего Израиля, а потом написано, какие колена, перечисляется, какие колена охватывал его взор, вот, и если кто скажет, что он видел всего Израиля, все 12 колен, я скажу, ну да, видел, а если кто скажет, то нет, он видел ту часть, которая перечислена, вот, в последней главе второзакония, он видел ту часть, я скажу, ну да, правильно, и так правильно, и так, и так правильно, я не буду спорить. И вот, друзья мои, значит, когда на разборе слова, я помню, тогда Леня сказал, что горы Тяньшана, они, если на Манхут поставить еще один Манхут, значит, это как горы Тяньшана, есть такие горы высокие, но я так подумал, если на Манхут поставить еще один Манхут, то взор человеческий охватит, значит, 600 майлов, 300 майлов, это по-нашему 480 километров, если 600, то 960, 960 километров может охватить человеческий глаз. Ну, это, братья, я так, сестры, я так немножко по плоти, знаете, по плоти, вот, как может охватить человеческий взор, значит, с высоты окружающий мир. Но вот мы видим, что здесь я, здесь я, Христос видел весь мир и во мгновение времени. И я так подумал, подумал, может быть, и не стоит человеку туда вникать, потому что человеческий разум не сможет понять. Вот. Но потом я нашел два места Священного Писания, которые я сейчас прочитаю вам, и которые немножко прольют свет на то, на какой же горе был Иисус Христос, с которым Он видел весь мир. Итак, читаем место Священного Писания, которое записано в Исаии. Это 14 глава, 13 стих. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме Богов на краю севера». Это место Священного Писания говорит о том, это Дух Святой открывает через Исаию о том, что Сатана имел такие мысли. Вот. Поставить престол свой на краю севера, взойти на высокую гору, вот, буду подобен Всевышнему, мы знаем это Священное Писание. И здесь встречается гора, вот, о которой он мечтал, чтобы взойти на эту гору и оттуда, значит, созерцать этот мир. И другое место Священное Писание, друзья мои, я сейчас зачитаю, это написано в Откровении, 21 глава, здесь написано так, 21 глава и 9-10 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену-невесту Ахца, и возьмешь меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, Святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Братья и сестры, теперь нашему разуму понятно, что это есть какая-то духовная высота, которая нам, человекам, человеческой плоти, она недосягаемая. И поэтому туда вникать не нужно, потому что наш человеческий разум не поймет. Но, братья и сестры, давайте теперь мы придем в реальность. То есть, посмотрим на вот эту высоту, на вот эту высоту, с которой человек обозревает весь этот мир. Конечно, в отличие от Христа, он не может обозреть его во мгновение времени, и ему нужны часы, дни, месяцы, года, чтобы обозреть весь мир. И мало того, что он смотрит эту информацию, и она как бы исчерпывается его взором, его вниманием, но туда добавляется все больше и больше и больше, и это бесконечно и так нагружает человеческий разум, что он перестает мыслить и туда вникает и забывает обо всем на свете, даже порой о семье, значит, о домашних, которые окружают его, он забывает. И, друзья мои, я хочу немножко возвратиться назад, вот, как все-таки немножко начиналось, даже в нашей местности, вот эта электроника. Так хотелось человеку поговорить с человеком не в лицо в лицо, а каким-то другим способом. Когда узнали, что есть вот эти телефоны уже, то молодые хлопцы, они немножко были старше меня, они делали такие, значит, ну, такие дела. Вот брали вот эту катушку спускателя, наверное, их уже нету, этих спускателей, вот, разматывали вот этот медный проводочек, вот, и, может быть, через улицу, через две, они протягивали его, вот, и потом соединяли их с радиовом, вот, на одной стороне дома там, и потом в том другом доме, вот, и потом через микрофон говорили друг другу слова. Вот, и, конечно, если сейчас спросить молодое поколение, вы испытываете радость, когда говорите по селфону, то они скажут, да нет, все обыкновенно, как вроде это, а тогда такая радость наполняла этажу, слышать голос товарища своего через радио, Коля, пойдем завтра в школу или в училище, ну, пойдем, тогда встречаемся на остановке. Вот такая была радость, знаете, вот этих сказанных слов, а сейчас, наверное, как вот тут трубку поговорил и положил, и даже никакой радости нету. И, насколько было это тяжело, нужно было переспросить всех соседей, чтобы провести этот проводок, значит, тоненький, медный, и чтобы получить разрешение, выслушать, сколько от них упреков, они повредит ли, они загорится ли, не, потому что старое поколение вообще было далеко от электрики, и поэтому нужно было в каждый дом стучать и в каждый дом просить. И связь была, конечно, до первого сильного ветра, потом она обрывалась ветром и уже потом не восстанавливалась, потому что проводочек медный, тоненький, он разматывался и ломался. Друзья мои, потом, знаете, технология шла, вот, и на данный момент у меня такой телефон, вот, и я его отключаю с резетки, включаю машину и еду и разговариваю по горам, кругом, в любой город приезжаю, я его в резетку воткнул, мой номер тут портландский и все мое, и разговариваю по телефону. Вот такая технология пришла. Вот, ну это телефон, там интернета нету, вот, а с днями, и так быстро-быстро, значит, в этот интернет, в этот телефон, в тот, который можно было просто поговорить, решить какие-то проблемы, ввели туда интернет, в этот телефон. И сейчас молодое поколение предстало вот этим искушением, вот, ему хочется посмотреть с этой горы весь этот мир. Братья и сестры, я не знаю, как вы, замечаете ли вы вот эту опасность, замечаете ли вы вот это положение, которое охватило всю вселенную. Вы знаете, послание к филадельфийской церкви, по-моему, там, Христос, открывая Иоанну, он говорит, что вот эта церковь филадельфийскую, я, значит, во время искушения я спасу, я помогу ему. Вот. является ли это тем временем, о котором говорил, значит, ангел Иоанну, то, что вот этот интернет, он охватит весь мир, и вот это искушение, которое придет на человека, вот, и от этого человека он обещает филадельфийской церкви спасение, сохраню от годины искушения, то есть искушение. Я вот посмотрю на людей, братья и сестры, даже вот на работах, где работаю, где живу, но я посмотрю, вот человек, человеческий разум, он так хочет обхватить вот это все, весь мир, и так свой разум хочет, значит, войти в эту информацию своим разумом, чтобы узнать побольше, значит, что происходит на земле. И, знаете, братья и сестры, когда, вот четыре примера так приведу, когда я работал на работе, я помню, и зашли мы в комнату отдыха на перерыв, то я когда зашел, там уже сидело четыре женщины, и каждая из них сидела отдельно за столом, и вот они смотрели свои селфоны. Я не знаю, что они там делали, смотрели ли, вот, и чем они занимались, вот, смотрели, может быть, фотографии, или что, я не знаю, что мы не занимались, и вот на пороге показался наш начальник, и вот он остановился, и так обзор, сделать обзор стал, и вот он посмотрел на первую женщину, я сидел крайне от него, левый, а он справа так обзор стал делать, и вот он посмотрел на женщину, она что-то там занята, клоцит, ага, и так медленно перевел на вторую женщину, та тоже занята, третью, четвертую, пятую, и потом, когда он обозрел всех, он кинул взор на меня, и посмотрел, что я сижу и без телефона, и он мне задает вопрос, ты почему не на телефоне? Ну, конечно, братья и сестры, можно было много вопросов, не хочу, не имею, зачем он мне нужен, можно было бы ответить, однако, почему-то из моих уст выходит, что я ему говорю, что я не больной, он посмотрел на меня, и ответ его не удовлетворил, быть может, среди славянского населения, среди славянского происхождения, если бы человек получил такой вопрос, ответ, то он бы понял, да, к чему этот ответ, а вот американец, он не понял, он мне снова задает вопрос, я тебя спрашиваю, почему ты не на телефоне, а я ему снова отвечаю, почему-то, вот этим ответом, я ему говорю, и что я не больной, я не знаю, я так и сомневаюсь, что до его разума все-таки дошел вот этот ответ, но он засмеялся, развернулся и ушел, и ушел, братья и сестры, второй пример, я хочу привести, это было на Украине, брат просвитер, он мне рассказывал, он возвращается из братского служения, братья собирались, от служителя, и он возвращается, и дома, и встречает его любимая, и вот она ему говорит, что брат, я тут с деточками, вот, и в суете, а ты там много слышал новенького, вот, скажи мне, что там происходило на братском, а он говорит ей, говорит, Кахана, я тебя люблю, вот, и ты мне нужна, у тебя головка вот такая, и показал ей кулачок, маленький, вот, а информации, говорит, вот столько, и показал ей, как футбольный мячик, и он говорит, поэтому, если я вот эту информацию вмещу в твою маленькую головку, она треснет, а ты мне нужна, и я тебя люблю, поэтому я тебе не скажу, что там происходило, чтобы ты меньше знала информации, у тебя не треснула головка. Братья и сестры, и третий место, третий пример, который я приведу, это, когда я, я живу в таком же парке, как вот сзади меня, и в этом парке, знаете, люди, они смотрят телевизоры, и вот такая, я не знаю, какая-то манера у американцев, днем шторы закрыты, а как только ночь они открывают, чтобы человек проходящий видел, что там происходит, но у нас славян наоборот, мы днем открываем, а ночью закрываем, чтобы человек не видел, а у них наоборот, они как душу открывают, что там, чем они занимаются, вот, ну такая культура непонятная для нас славян, для них непонятно наша, а для нас непонятно ихняя, и вот я прохожу и смотрю, два телевизора работают, два сразу, не один, а два, думаю, ну как вот можно сразу два телевизора, ну остановился, заинтересовался, глянул, на одном телевизоре одна программа, на другом телевизоре другая программа, думаю, подожди, значит, он смотрит две программы сразу, ну как можно вот смотреть две программы сразу, И чтобы разум человеческий мог вмещать два события, которые происходят. Я думал, может быть, у него косоглазие. Один глаз смотрит туда, один глаз смотрит сюда. Или, быть может, он бегает глазами туда-сюда, туда-сюда. Думаю, ну настолько это можно иметь человеческий разум, способность такую, чтобы вмещать эти две информации, которые идут с двух каналов сразу. И я так посмотрел и пошел дальше. А про себя я все отмечаю. Вот этими случаями я все про себя отмечаю. Что насколько вот человек, насколько человеческий разум, он хочет больше познать, больше увидеть, больше знать. И поэтому он, забывая обо всем, теряя свое драгоценное время, обращается к тому, что не нужно и не потребно. Братья и сестры, я еще вам один пример расскажу. Вот здесь на этом месте стоял брат с Краснодара. И он говорил проповедь на тему Библии. Помните, может быть, когда пришло внедрение этой электронной системы сюда, на землю, то братья некоторые покупляли себе планшеты, а там же Библия, а там же симфония, все. И так они легосенько раз-раз на кнопочку нажали, место священное писание выскочило. И у него голова не работает, а работает вот этот компьютер, который показывает ему место священное писание. И этот просвитер, он с этого места говорил, он заколебался. Подожди, может быть, я отстал в жизни. Леонид, техника пришла, люди пользуются. Значит, наверное, и мне так надо. И стал колебаться. А потом стал молиться Господу, Господи, открой мне, на правильном ли я пути. Или я, может быть, отстаю от жизни. Может быть, и мне надо уже идти другим путем. И помните, да? И он, как он получал утверждение, как он получал утверждение, что он на правильном пути, и что его разум обращен к Библии, и что он правильно идет по этой земной жизненной дороге. И вот там два примера, я помню. И один пример я расскажу. Всего лишь один пример расскажу. Когда он предложил одному брату читать Библию. Вы помните, да? Читать Библию. И вот они стали вдвоем читать Библию. Он стал читать оригинальную книгу Библию. А тот человек, которому было предложено, он читал его с планшета, с компьютера. И вот когда они читали, то через некоторое время этот брат-служитель спрашивал его. Я не знаю, как его звать, того брата. И вот он назвал его по имени, говорит, читаешь? И он говорит, читаю. И я читаю. Проходит определенное, не знаю, сколько времени. Он снова ему задает вопрос. Брат, читаешь? Читаю. И я читаю. И когда уже третий раз, через несколько времени он спросил, брат, читаешь? Тот уже признался. Нет, говорит, я уже не читаю. Я уже побывал в Африке. То есть он, наверное, уже прошел по всей земле. По всей земле прошел и ушел от Слова Божьего. Братья и сестры, вот насколько соблазнительно, насколько оно притягивает, насколько оно, значит, вожделенно для человека вот эта электронная система, через которую можно посмотреть весь мир. И, друзья мои, получается так, что человек, человек, он запутывается своим разумом, знаете, и все внимание, драгоценное время, которое, значит, написано, что дорожите временем, потому что дни лукавые, он отдает этому компьютеру, этой горе, с которой можно посмотреть весь мир. И, друзья мои, насколько охватывает человека, человеческий разум, вот эти события. Ему интересно, что происходит в той стране, что происходит в той стране. Ему интересно посмотреть даже на вот эту природу. И он там порой может ее и часами рассматривает, эту природу. Или на те события военные, которые происходят в других странах. Вот тоже туда интересуют человека, и он смотрит это. Хотя четко Писание говорит нам о том, чтобы мы затыкали уши, чтобы не слышать от кровопролития и закрывали глаза, чтобы не видеть зла. Это предупреждение всему поколению и всему христианству, которое на земле. К миру призвал нас Господь, к любви, к созиданию и к жизни вечной. И посему, братья и сестры, я смотрю вот так, что и христианство, значит, запуталось в этом, и что христианство тоже отнимает столько, этот интернет отнимает столько внимания, столько времени, и порой приходит, значит, к скандалам в семье, порой приходит к неустройству в семье, из-за того, что человек погружен в эту электронику. Мало того, что и через эту электронику приходит столько грехов и в молодое поколение, и, значит, и в среднее поколение, и даже старцы выразит этот интернет, потому что, если они туда вникают, то, значит, тоже погружают в эту грязь и в это беззаконие. Братья и сестры, я сейчас прочитаю два места Священописания, потому что, если говорить о том, что, как, значит, какое зло делает этот интернет и не показать выхода, то это неправильно. Есть выхода, есть, братья и сестры, и они написаны в Священном Писании. Написано так, книга притчи, 16 глава и 32 стих. «Долготерпеливый, лучше храброго, и владеющий собою, лучше завоевателя города». Это притча 16-32. Здесь написано так, что долготерпеливый, лучше храброго, и владеющий собою, лучше завоевателя города. Братья и сестры, мы никуда не денемся от этой электронной системы. Она пришла в мир. Почти 20 столетий, почти 20 столетий, тут еще есть в церкви некоторые люди, по счету, очень мало, которые еще жили без электричества. И 20 столетий человечество, оно не видело электричества. И хотя, значит, мы были маленькими, и хотя было это беззаботное детство, но все равно было очень много времени, потому что не было электричества, и, значит, не было многих искушений. А сейчас, с внедрением электричества, как человек не делает, и все, что он не делает, значит, на электронике своей, и все равно не хватает времени. Почему так? Потому что этот интернет забрал все время. И вот, друзья мои, я сказал, что никуда не денемся. Она пришла. Дети наши учатся по интернету. И по интернету решаются многие проблемы и многие вопросы. И сейчас очень многие люди работают на компьютерах, и это есть работа. И мой разум, и мое сердце понимает это. И место Священное Писание, которое я прочитал, здесь написано так, что владеющий собою лучше завоевателя города. Что это обозначает для нас, братья и сестры? Вот в руках твоих вот этот интернет. И ты можешь заплатить налоги, можешь выписать вещи для себя, для семьи своей, которые тебе придут по почте, и как-то тебе сэкономят время, да и оно порой дешевле бывает. Вот. Ты владеешь собой. Ты можешь это сделать. И билы заплатить, и, значит, выписать, и получить помощь в твой дом. Другой вопрос решить по телефону с учителями в школе там, вот, или на работе. Как бы он и помогает немножко в этом смысле. Вот. Ну, если ты владеешь собой, что это обозначает, владеешь собой? Ты заплатил все налоги, ты выписал нужное для семьи и положил его. Ты владеешь собой. Он тебе уже не нужен. Он тебя не беспокоит. Вот. До времени, быть может, кто-то позвонит или еще какая-то нужна проблема. Да, ты владеешь собой. Ты можешь это делать. Ты контролируешь сам себя. Есть такой род, есть такая, значит, христианская часть людей, которая способна это делать. Но есть другая, братья и сестры, которая не может владеть собою. Она, значит, ну, погрязает. Она и время забирает, и все внимание и старание, вот, все там, все там. Вот почему, друзья мои, и порой, значит, и трудно найти проповедника, потому что, если мыслей нету, то и тяжело и говорить, вот. Если человек, значит, насмотрелся там больше, чем сюда вникал, то, конечно, друзья мои, и какая информация может выйти из его уст, из его сердца, если он пребывал там, а не в Слове Божьем. И это есть проблема. Друзья мои, я хочу прочитать и дать выход таким людям, которые уже, ну, может быть, и борются, и стараются, и не видят выхода в этом. То вот, вместо священного писания говорит ответ на этот вопрос. Это записано в первой книге Парли и Паминон с пятой главы, восемнадцатый, и до двадцатого стиха, три стиха читаю. У потомков Рувима и Гада и полуколена Манасина было людей воинственных мужей, носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученик битве сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят выходящих на войну. И воевали они с Агарянами и Етуром, Нафишем и Надавом. И подана была им помощь против них и преданы были в руки их Агаряния и все, что у них было, потому что они во время сражения звали к Богу, и Он услышал их за то, что они уповали на Него. До этого места. Друзья мои, как можно перевести вот это место Священное Писание в наше настоящее положение? Я думаю, мне можно сказать о том, о чем я сейчас хочу сказать. Это было исповедание одного многодетного Папы. Он встал перед церковью и стал молиться и плакать и рассказывать, как его, значит, влечет компьютер. И вот он говорил, сокрушался и говорил, это было перед церковью, это было исповедание. Я думаю, что можно сказать, потому что это было перед церковью. Это не было один на один. И вот он сокрушался и плакал и говорил, сколько раз, сколько раз я, значит, говорил с собой, все, дети видят, что я делаю, это очень хорошо, какой плохой пример я им показываю. И вот проходило время, я снова ходил, садился за этот компьютер, и дети вокруг, которые окружали его, смотрели на меня, что делаю я. И он говорит, я все понимаю, я все понимаю, я неправильно делаю, я показываю им плохой пример. Я, значит, не на правильном пути, а вместе с тем я не нахожу силы, чтобы оторваться, хотя понимает, что это так. И вот, друзья мои, место в Священном Писании говорит, что вот эти два с половиной колена, они вели войну с агарянами. С агарянами. И христианин ведет борьбу, борьбу, который хочет, и действительно видит, что он не на правильном пути, он ведет борьбу. Но вот силы нету, нету силы. Вот такая тяга вот этого познания этого мира, вот эти краски вот этого мира, они такие обманчивые, такие лживые, но вот так тянет христианина посмотреть. И вот он понимал, и он сказал церкви, что помолитесь, у меня нет силы противостоять. И церковь молилась за этого человека. Я знаю, что Бог его благословил, потому что он нашел в себе силы встать перед церковью и сказать свой недостаток, чтобы дана была ему помощь, потому что его силы слабы против того, чего он бьется. И вот, братья и сестры, хочется сегодня и нам сказать, может быть, кто-то в борьбе, кто-то в этой тяжелом, значит, в борьбе, и ему нужна помощь. Он бьется, он понимает, его разом сознает, что он неправильно делает, что он не туда идет, что он смотрит с этой горы весь мир, но оно вредит его душе, он не имеет назидания, он духовно опостошается, он, значит, плачет, может быть, и просит у Бога помощи и милости, но вместе с тем силы у него нету противооставить, против этого. То сегодня, друзья мои, есть возможность чтобы предстать при лицем Господа и, значит, попросить помощи у Господа, чтобы народ возвал, чтобы народ помог, чтобы была подана помощь, вот, для того, чтобы совершилась победа и было очищение, значит, его души и духа для того, чтобы он был способен проносить Господу плоды во славу Божью. Друзья мои, Якова, по-моему, 4, 4 глава, 5 стих, Якова, говорит нам так, что до ревности любит дух, живущий в нас, да, до ревности любит дух, живущий в нас. И вот как это понимать, братья и сестры, ну, если я взял этот телефон, компьютер, значит, и смотрю там час, другой, третий, вот, ну, время есть, выходной мой, а что, я не имею права, что ли, сел за телефон этот и смотрю, один, два, три. Ну, а потом, например, жена говорит, Витя, ну, давай почитаем Библию, ну, давай. Сел я и 5 минут почитал Библию, а потом на машину, надо в магазин или куда-нибудь. Скажите, вот, как оно будет при лице Господа? Три часа за компьютером, а пять минут почти почитал Библию. Ну, скажите, будет ли ревноват Господь о том, что я, значит, принадлежу ему, его сын, он крестил меня Духом Святым, усыновил, и я, как вот вот Израиль, обращаюсь я к другим, к другим, чужим богам. Ну, конечно, будет ревность, друзья мои. А за ревностью есть последствия. Об этом можно много говорить, но последствия есть за ревностью. Есть какие-то определенные действия со стороны Божья. И порой мы не знаем и не понимаем, почему в семьях совершаются вот некоторые, значит, неустройства и приходят какие-то болезни от, по всей вероятности, это Божий промысел для того, чтобы остановить, для того, чтобы спасти, для того, чтобы развернуть человека и поставить его на правильный путь, чтобы он имел спасение. И посему, братья и сестры, я хотел еще один пример привести, но время уже вышло, поэтому давайте мы... Вышло время, да? Поэтому мы давайте сейчас предстанем предвеличием Господа. И кого коснулось сердце, быть может, он в борьбе, пожалуйста, не стесняйтесь, народ поможет, народ вас зовет, чтобы вы были свободны и служили Господу и приносили Ему плод. Аминь. Молимся. Боже наш, мы щиро благодарим Тобе, что мы получаем эту нагоду в этот вечерний час собраться тут, на этом месте, потому что ты нам дашь эту возможность, это спокойный время, без войны. Аминь.